Жизнь в историях Ян Гию Зло Читает Александр Чекушкин Удар пришелся поверху правой скулы. Именно так Эрик и рассчитывал, скосив голову на несколько осторожных сантиметров. Здесь, за столом, во время ужина, папаша обычно целил в нос, норовя хлестнуть пальцами, словно кнутом. Не так уж больно, скорее унизительно. Лучше уж по щеке. Папаша гордился этим приемом, поскольку вбил себе в башку, что может действовать быстро и неожиданно. Но для Эрика, знавшего все его финты и уловки как таблицу умножения, не составляло труда заметить, когда правый глаз родителя начинает подергиваться. Верный сигнал опасности. За вечерней трапезой это означало, что немедля последует пощечина справа или оскорбительный удар по носу. И ведь не было проблемой слегка отклонить голову, заставив папашу вообще промахнуться. Но тогда чертов старик мог потерять контроль над собой и броситься на пропалую через стол, метя по физиономии левым крюком или прямым справа, да еще обвиняя Эрика во всех смертных грехах. И тут уж трепка после ужина могла затянуться на полчаса. Поэтому следовало не дать папаше промахнуться полностью, когда тот вроде как обманным движением бил кончиками пальцев. «Ага», — сказал папаша весело, — «сегодня мы возьмем щетку и получим двадцать пять ударов». Ох, повезло, почти минимум. Двадцать пять отвоев планкой одежной щетки занимали чуть больше двадцати секунд, а потом все кончалось, и никаких слез. С ними удавалось справиться, просто задержав дыхание. Другое дело — березовые розги. Тут экзекуция продолжалась дольше, боль оказывалась намного сильнее, чем отбитья щеткой. Но и тридцать хлестов не составляли проблемы. Он вполне мог не дышать и тридцать пять секунд подобной трепки. Хуже всего был собачий хлыст. Там и вступительный ожог, казалось, доставал до костей. Воздух вырывался наружу с первой кровавой полоской. Сначала вроде бы из маленькой, шипящей дырочки, а потом где-то на полпути около двенадцатого-тринадцатого повтора кожа будто взрывалась с целым водопадом слез. Но бесполезно было плакать и как-то уворачиваться. Это злило папашу. Он бил сильнее, избивался со счета, либо останавливался и внушал обстоятельно, что сейчас должен добавить десять ударов, потому что кое-кто усложнил трепку. Двадцать пять полотяной щеткой, поэтому расценивались почти подарком. Тут еще важно было не выглядеть слишком благодарным, иначе жди добавки. И, естественно, требовалось немного удачи до конца ужина. Не дай бог уронить солонку, потянуться зачем-нибудь над столом, намазать бутерброд не с той стороны, подразнить маленького брата, опрокинуть стакан с молоком, не совсем аккуратно почистить картошку и так далее. За все причитались плюсы. Или папаша находил какую-то другую причину. — Что за отвратительные траурные полоски у тебя под ногтями? — И это за столом. Они обойдутся тебе в пять ударов дополнительно, — вдруг заявил папаша. — Тридцать полотяной щеткой, и все. Нет, в самом деле, сегодня ему повезло. На полминуты задержать дыхание, не кричать и не дергаться. Шла середина сентября. Стоял прохладный день с чистым воздухом и ярким солнцем. Они ужинали рано, и зайчики играли на шлифованных гранях бокалов для вина. Он проследил взглядом толстый солнечный луч и представил себе, что все пылинки вокруг составляют Млечный Путь, и что сам он — великан за космическим столом, накрытым для галактического ужина с придурком папашей. Но стоит только дунуть или слегка присвистнуть, и тотчас пылинки закружатся в хороводе. Планеты сойдут со своих орбит, а Землю постигнет глобальная катастрофа. — Не играй за столом! Пять ударов дополнительно! — сказал папаша, который, видимо, обнаружил, как он дует на пылинке, образующей Млечный Путь. Ну и ладно. Из-за тридцати пяти тоже не стоило сильно переживать. Известно было, что кожа на ягодицах и спине останется более-менее целой. Он снова посмотрел на световые полоски с пылинками. Прикинул размер удовольствия от того, чтобы дунуть на систему планет в обмен на плюс пять, но тут же и отмел эту идею, поскольку папаша мог воспринять такой выдох как намеренную провокацию. И при исполнении приговора перейти к инструменту похуже, чем полотеная щетка. Нет, дело того не стоило. Он дунул на систему планет в своих фантазиях. За медными дверцами из разцовой печи потрескивал огонь. Судя по звуку, дрова были еловые, а не более дорогие, березовые. В ярких лучах солнца светлый четырехугольник на обоих еще больше бросался в глаза. Там вчера висела картина. Сейчас они, выходят, продали еще одну. Когда семья переехала сюда из богатого пригорода, красочные полотна занимали целую стену. После ужина он старательно помог убрать со стола, чтобы не нарваться на очередную добавку. Когда приборка закончилась, мама ушла на кухню приготовить кофе. Приспела. Значит, время отправиться с папашей в спальню. — Спускай брюки и наклоняйся вперед, — сказал папаша обыденным голосом, прихватывая платяную щетку. В его тоне Эрик не уловил какой-то дополнительной опасности. Родитель, похоже, держал себя в руках, и это обещало скорое окончание процедуры. Эрик выполнил указание, а когда папаша изготовился для первого удара, сделал глубокий вдох, закрыл глаза и сжал кулаки. Все прошло быстро, осталось только унижение. — Друзья, снова! — усмехнулся папаша, протягивая руку. Стоило Эрику не ответить пожатием, и он получил бы всю трепку вторично. — Друзья, снова! — сказал он и улыбнулся. И пожал руку папаши. Потом натянул брюки и пошел в свою комнату, и сразу поставил новую пластинку. Последняя песня Элвиса Пресли называлась «Heartbreak Hotel». Он лег на свою кровать и смотрел на паутину в углах и узоры, которые трещины нарисовали на потолке, и видел себя королем рок-н-ролла на сцене в далекой западной стране. Он пытался подражать иностранным словам Элвиса Пресли и долго лежал так, и чувствовал себя совершенно счастливым. Да, сегодня все прошло почти идеально. Вечерняя трепка обошлась без сюрпризов, а не поздний ужин означал, что папаша спешит на работу. Он подвязался в каком-то кабаке метродотелем, хотя чаще именовал себя директором. Когда он отбывал на трудовую вахту пораньше, удавалось смотаться в кино. В трех залах поблизости шли запрещенные для детей фильмы, но чуть дальше крутили ленту о войне в Корее. Эрик туда и намылился. Причем в одиночестве, чтобы без лишнего трепа с кем-либо из шайки получить удовольствие от столь удачного дня. Но главное, следовало подумать о колонче. Поколотить его стало для Эрика насущной необходимостью. Альтернативы просто не было. Шайка подчиняется только пока побеждаешь, хотя у предводителя достаточно других обязанностей и забот. Но дуэли из кони считались самой наглядной проверкой компетентности. И вообще-то, еще полгода назад было ясно, колонча готовит вызов. Колонча был самым сильным в их круге, и это признавалось безоговорочно. Ему еще не исполнилось 14 лет, а он уже вымахал на метр восемьдесят, весил шестьдесят восемь килограммов, легко бросал за шестьдесят пять метров маленький мяч и обладал просто гигантским пенисом. И хотя дрался довольно редко и без фантазии, но неизменно внушал ужас, когда в каком-нибудь столкновении вдруг выходил из себя. Правда, колонча никогда не смог бы верховодить шайкой, поскольку не умел, что называется, затевать дела, приносящие прибыль, и тем более убалтывать публику. Стоило ему сейчас победить, и шайка рано или поздно развалится. И, право же, нетрудно было представить этого тугодума, стоящего в одиночестве посреди школьного двора, растерявшего всю команду. Ему ведь сроду не допереть, почему так получилось. Всю последнюю неделю Эрик твердо знал, что неизбежное приближается, и, естественно, будущая схватка не выходила у него из головы. Он не раз видел. Колонча использует длинный, размашистый удар справа. Получалось не так шустро, зато очень сильно, за счет добавки собственного веса. И колонча никогда не дрался ногами. Но он стремился, прежде всего, схватить противника, чтобы, используя свои килограммы, придавить его к земле. Попавший под колончу почти не имел шансов вырваться из могучего захвата. Далее, как обычно, противник лежал внизу, а тяжеловес бил его мощно и медленно, попеременно в живот и физиономию, покуда тот не признавал поражения.